В этот день 14 ноября родился Михаил Лазарев, русский адмирал, один из первооткрывателей Антарктиды. Он совершил три кругосветных путешествия, учитель флотоводцев Нахимова и Корнилова. 14 ноября 1854 года у Балаклавской бухты затонул английский фрегат «Черный принц». Как считается, на его борту было около полутора тонн золота. Эти драгоценности не давали покоя кладоискателям многие десятилетия. 14 ноября 1860 года между Россией и Китаем был заключен Пекинский трактат. К России отошел Уссурийский край. «Все сомнения рассеяны. Теперь мы законно обладаем и прекрасным Уссурийским краем, и южными портами, и приобрели право сухопутной торговли из кяхты и учреждения консульств в Урге и Кашгаре». Так начиналось послание генерал-губернатора Восточной Сибири Муравьева-Амурского к императору Александру II. В ходе блестяще проведенной дипломатической операции империя становилась не только великой морской державой на Востоке, но и бескровно присоединила к себе огромный край и укрепляла китайско-русские отношения. Победу в этом непростом поединке заслуженно одержал русский посланник Николай Игнатьев. Почти год государственный муж ввел сложную политическую игру, переманивая на свою сторону чиновников Китая. Он вникал в китайские традиции, разъезжал на Паланкини по Пекину, чем окончательно покорил сердца оппонентов. По сути, Игнатьев ходил в пластрюю ножа. Ему, безусловно, был присущ некоторый авантюризм, что нередко спасало его в сложных ситуациях. Он верил в счастливую звезду и не боялся рисковать, писали историки. Они же, анализируя воспоминания Игнатьева, отмечали, что посол обладал блестящим умом, энергичностью, гуманизмом, с большой симпатией относился к славянским народам. После подписания Игнатьевым Сан-Стефанского мирного договора 1878 года, по которому Болгария обрела суверенитет, русский дипломат стал национальным героем, а его имя почитаемо у болгар и по сей день. 14 ноября родился Павел Морозов, самый известный советский пионер. 14 ноября 1919 года Красная Армия взяла Омск, столица Верховного Правителя России Колчака Пала. 14 ноября 1920 года к берегам Турции с Крыма отошел последний пароход. Он увозил остатки разбитой армии в Рангеле. Гражданская война на юге России подходила к финалу. 14 ноября 1935 года состоялось первое всесоюзное совещание стахановцев. В тот же самый день 1936 года был образован Центральный институт погоды. Мало кто знает, что после окончания семинарии 20-летний Иосиф Сталин подрабатывал в Тифлисской геофизической обсерватории, снимая показания метеорологических приборов. Поэтому на должности лидера страны он отчетливо понимал необходимость прогнозирования погоды, в том числе для стратегических военных целей. За три года начала Второй мировой в Советском Союзе был создан научный институт погоды, занимавшийся исследовательской и статистической деятельностью. Не можно смело утверждать, что институт внес большую лепту в дело победы над фашизмом. Засекреченные военные метеосводки учитывались при планировании наступлений советских войск и при воздушных атаках. 14 ноября 1939 года на улицах Москвы прошел автопробег, посвященный выпуску миллионного советского автомобиля. И в этот день в Москве чествовали миллионный советский автомобиль. Из 40 различных моделей со всех концов страны ГАЗ, ЗИС, ЯС передвигались по столице под звуки клаксонов и аплодисменты москвичей. Был среди них и сторожил грузовик АМО-Ф-15. На его базе были разработаны кареты скорой помощи, автобусы и инкассаторские машины. Миллионником же стал легковой автомобиль, который в народе получил прозвище МК. Официальное название ГАЗ-М1 он получил по фамилии партийного деятеля Молотова. Став символом целого поколения, ГАЗ сыграл большую роль в годы Великой войны. Когда автозавод был разбомблен, выпуск автомобилей остановился. Но из остатков деталей слицарей-кудесники собрали еще 233 экземпляра. Всего же с конвейера сошло порядка 62 тысяч таких советских авто, поражавших воображение как взрослых, так и детей, мечтавших прокатиться с ветерком. Развивая скорость до 105 км в час, это авто обладало модными новинками. Датчиком бензина, прикуривателем, форточками и регулировкой сидений. 14 ноября 1989 года Верховный Совет СССР признал незаконными случаи депортации народов, которые практиковались в сталинскую эпоху. Таким был этот день, 14 ноября.